Здравствуйте коллеги, меня зовут Лебедев Юрий и сегодня вашему вниманию представляю вебкаст на тему настройка SSL и TLS для Apache в CentOS 8. Это заключительный вебкаст в группе, посвященной Apache HTTP сервер и его реализации в CentOS 8. Разумеется, если вы не смотрели предыдущие вебкасты, то часть материала может быть вам непонятной, поэтому рекомендую смотреть по порядку. Ну а мы будем работать на виртуальной машинке C8VM01. Она находится в абсолютно чистом состоянии, сразу после установки в режиме сервер. Установлен на эту машину CentOS 8.1, релиз 19.11. Аппаратные характеристики представлены на слайде. Давайте эту машинку запустим, она размещается на удаленном хосте, нам потребуется VMM. Готово. Пока стартует машинка, давайте разберемся с тем, что нам сегодня предстоит. Мы будем настраивать SSL и TLS. Что это такое и в чем разница? SSL и TLS это практически по своей тематике одно и то же. Это протокол, который обеспечивает шифрование трафика от одной точки до другой. В том числе, этот протокол SSL и его последняя версия TLS может быть использован для того, чтобы шифровать трафик HTTP. Таким образом, заворачивая трафик в свое шифрование, у вас получится HTTPS трафик. До сегодняшнего вебкаста мы настраивали веб-сервер Apache для работы в качестве HTTP сервера, а сегодня у нас начнется работа с сервером HTTPS. Так как стандарт SSL и его внедрение началось очень давно, несмотря на то, что первую версию в открытый доступ и не выдавали, но вот с 1995 года ESL 2.0 существует, работает, развивается. С 1999 года появился TLS 1.0, ну а последняя версия TLS 1.3 появилась в августе 2018 года. О ней я, кстати, в блоге, ссылка на который внизу находится, писал статью, как его реализовали в Citrix ADC, он же бывший Netscaler. Зачем же постоянно выходят новые версии? Ну, в версии они более безопасны, используют более совершенные алгоритмы, и новые версии позволяют устранять уязвимости. В связи с этим модуль веб-сервера Apache в CentOS 8, так же как и в Red Hat Enterprise Linux 8, отказался от поддержки всего, что было до TLS 1.0. Как это все устроено? Для того, чтобы зашифровать трафик между двумя точками, в нашем случае между веб-сервом и клиентом, нам потребуются ключи. И эти ключи будут использоваться для двух криптографических операций, а именно для симметричного шифрования и асимметричного шифрования. С симметричным шифрованием все понятно, когда у нас с двух сторон есть, например, сессионный ключ, у нас весь трафик может этими ключами и шифроваться, и расшифровываться. Это довольно легкая процедура, но это обратимое шифрование, и его нельзя использовать при установке соединения. При установке соединения используется асимметричное шифрование, когда есть закрытый ключ и открытый ключ, и то, что зашифровано закрытым ключом, можно расшифровать открытым ключом, а то, что зашифровано открытым ключом, можно расшифровать только закрытым. Эта пара, открытый и закрытый ключ, используется для того, чтобы установить симметричные сессионные ключи между клиентом и сервером. И что касается настройки SSL или в более новом варианте TLS, нам потребуются сертификаты. И тут у нас есть несколько вариантов. Это может быть сертификат, который мы сами себе выдали и сами подписали. Либо этот сертификат подпишет центр выдачи сертификатов, которому все доверяют, тогда все будет хорошо. Но это может либо стоить денег, либо займет какое-то время, пока вы сгенерируете запрос и его туда отправите. Таким образом, для настройки веб-сервера нам потребуются два элемента. Это частный ключ и публичный ключ. Давайте посмотрим, как это происходит. Нам потребуется подключиться к нашей виртуальной машине. Для этого мы воспользуемся консолькой, эмулятором терминала, Gnome Terminal. Виртуальная машина называется C8VM01. Здесь нет веб-сервера, поэтому давайте его еще развернем. И когда мы говорим про установку веб-сервера, который будет использоваться как TLS или SSL сервер, его очень часто называют SSL или HTTPS сервер, как хотите, или уже в некоторых случаях встречается название TLS сервер, нам помимо стандартного пакета HTTP потребуется еще пакет MOD SSL. Как вы понимаете, этот модуль веб-сервера расширяет его функционалы и позволяет использовать SSL TLS шифрование. И вместе с собой MOD SSL подтянет еще и утилитку OpenSSL. Но в моем случае она стоит, поэтому ее ставить не нужно. Окей. Продолжаем установку, она не очень большая. Запускаем сервер. Настраиваем его в автоматическом запуске и видим, что все в порядке. Хорошо. Настраиваем межшестевой экран. 80-й порт. Ну, либо в нашем случае предпочтительнее будет использовать сервис HTTP для HTTP трафика и на постоянной основе. И сервис HTTPS для SSL TLS трафика. В том числе на постоянной основе. Готово. Готово. Это незащищенное соединение HTTP, когда весь трафик идет в открытом виде. И используя HTTPS. Потому что в момент установки на системе сгенерировались сертификаты, по которым можем пройти. Если посмотреть сюда, то мы увидим, что это сертификат, в котором вообще ничего не указано. Ни организация, ни подразделение. Есть какой-то номер. Есть какое-то короткое имя, которое вообще непонятно чему соответствует. То есть тот сертификат, который есть на системе из коробки. Он ставится вместе с пакетами OpenSSL и ModSSL. OpenSSL у нас уже стояла, ModSSL мы сейчас доставили. И это нас не устраивает. Поэтому нам потребуются нормальные, корректные сертификаты. Как это делается? Очень просто. Для этого у нас есть довольно простая командочка. Называется она OpenSSL. Она может делать все. У нее очень большая страница руководства, или лучше даже веб-справкой воспользоваться, если вы с ней не знакомы. Что она позволяет сделать? Она позволяет нам пройти все этапы генерации цифрового сертификата. А именно, начать с генерации ключа. Только ген Pk, ген Private K. То есть генерируем частный ключ. Указать алгоритм, который мы будем использовать для создания частного ключа. Мы могли бы, конечно, воспользоваться ключом, который у нас уже есть на системе. Но он не содержит интересной и необходимой нам информации. Поэтому ген Pk, алгоритм, это будет RSA. Ему можно передать опции Primary K Options, то есть Pk Opt. Я хочу указать длину ключа. Это делается при помощи опции RSA. Kgen Bits. И длина ключа 2048 бит. И на выходе я хочу получить некий ключ. C8VM01K. Это частный ключ. Этот частный ключ всегда хранится на машине. Делайте его резервную копию, никому его никогда не передаете. Потому что если кто-то получит частный ключ, все, сервер компрометирован. Можно все начинать сначала. Хорошо. Есть ключик. Обращаю внимание на права, которые ему назначаются в момент создания. Далее нам необходимо воспользоваться этим ключом для того, чтобы сделать запрос на цифровой сертикат, который мы сможем отправить в центр выдачи сертикатов. То есть сертикат сайнин реквест создать. Это тоже очень легко делается. OpenSSL. Ключ рекю. То есть реквест. Это новый запрос. Просто есть запрос на обновление, когда уже есть сертикат, а он вот-вот устареет. Нам нужно указать ключ. В нашем случае у нас есть C8VM01.K. И на выходе мы получим наш запрос на подпись сертиката C8VM01 сокращение CSR. Сертикат сайнин реквест. Он нам задаст набор вопросов, по которым можно будет потом этот сертикат идентифицировать. В частности, укажите код страны. Ну пусть это будет, например, JP. Провинция. Токио-3. Токио. Город. Токио-3. Организация. Сили. Подразделение. IT. Common Name. Это самое важное поле, потому что по нему будет идентифицироваться подключение. То есть если URL подключения отличается от Common Name в сертификате, то есть если вы записали C8VM01 сили-локал, а подключаете по HTTP01 сили-локал, это явная ошибка. Поэтому запишем C8VM01 сили-локал. Проверим, что ошибки нет. Вроде бы все верно. И остался почтовый адрес. Вещь опциональная, но мне не жалко. Я напишу. Тем более, что вот такой вот. Нетрудно догадаться, что я не планирую куда-либо этот запрос отправлять. Но вот он у меня есть. Если на него посмотреть, то любой, кто генерировал ключи, неважно для чего, например, для почтового сервера Exchange, то вот с этой картинкой хорошо знаком. То есть если бы вы использовали, допустим, домен службы Active Directory и в них службы сертификации Active Directory Service для подписи сертификата, вот этот кусок кода нужно было бы вставить в соответствующую форму. Но я сделаю по-другому. Я сам подпишу себе этот сертификат. Поэтому команда OpenSSL. Указываю формат сертификата X509. Это реквест. Я его хочу подписать на 100 дней. Но мне больше не надо. На вход у меня подается мой C8VM01.CSR, сертификат Request, в котором уже все прописаны, все параметры. Подписывать его нужно ключом, но у меня ключ только один, поэтому тем же ключом, который используется для генерации запроса, я и подпишу этот сертификат. C8K. И на выходе я хочу получить C8VM01.CSRT. Подпись успешная. У нас есть три файлика. Это наш сертификат, это наш запрос сертификата и наш ключ. Интерес представляет ровно две вещи. Это сертификат и ключ. Как ими дальше пользоваться? Для того, чтобы ими пользоваться, нам потребуется настраивать опции. Опции можно настраивать следующим образом. Мы в конфигурационном файле etchtpd.conf.d.ssl.conf можем указать сертификаты, которые мы хотим использовать, вместо того, которые у нас используются по умолчанию. Вполне себе простое и правильное решение. Если же вы используете виртуальные серверы, то директивы, которые используются для указания файла сертификата и файла ключа, указываются в директивах виртуального хоста. То есть внутри тега virtualhost. Мы в нашем случае не будем создавать виртуальный хостинг. Мы создадим и настроим сертификат для нашего сайта по умолчанию. Как это происходит? Возвращаемся сюда. Наши сертификаты нужно положить в правильные каталоги. А именно, делаем копию C8VM01 сертификата. Он у нас будет находиться в etc.pktl.s. Там, кстати, по старинке есть и SSL. CERT. И сюда положим. Так. CERT, разумеется, сертификаты. Далее скопируем ключ. Он тоже пойдет в etc.pki.tls.private. Есть копия. И далее мы идем и правим наш конфигурационный файл. vim.etc.htpd.conf.modules.d. И тут у нас есть не этот conf.modules.d. Нам нужен conf.d. Тут у нас есть SSL.conf. Вот что. Здесь глобальные параметры. Здесь наши частные параметры для сайта по умолчанию. Идем в него. Указан порт для прослушивания. Нас он устраивает. И далее нас интересуют непосредственно указания. Как видите, далее идет директория виртуальный хост. И этот виртуальный хост будет ссылаться непосредственно на наш сайт. Почему не снесется сайт по умолчанию? Потому что порт отличается. То есть, так же, как мы это делали, когда добавляли 81-й порт. Виртуальный хост. И у этого виртуального хоста, который наш же сайт открывает еще и на 443-м порту, есть очень полезные директивки. В частности, это SSL.certificate.file и SSL.certificate.key.file. И вот те самые ключ и сертификат, которые используются для шифрования трафика по умолчанию, как только мы все поставили. А мы хотим, чтобы использовались наши. Поэтому, что мы делаем? Мы вместо вот этого localhost, который здесь предлагается, впишем наш C8VM01. Готово. Сертификат указали. Вместо частного ключа также. C8VM01. Готово. Сохраняем. Можно воспользоваться Apache CTL. config.test. Synthes.ok. И перезапускаем. Reload.htpd. Готово. Есть перезапуск. Идем сюда. Вновь обновляем. Мы получаем вновь ошибку. Ошибка связана с тем, что я сам себе подписал сертификат, а не какой-то доверенный центр выдачи сертификатов. Принимаем риск. Продолжаем. Видим, что сайт нам доступен. А если посмотреть сюда, то теперь во-первых, веб-сайт указан корректно. Во-вторых, организация. Ну и у нас здесь есть раздел такой, как выдавший ише. И мы видим, что мой почтовый адрес, common name использованный, IT, Silly, Tokyo, GP и так далее. Все здесь на месте. Поэтому не очень сложно заменить конфигурацию по умолчанию на нее. Если бы мы делали виртуальный хостинг, то вот эти же две директивки не в общем конфиге SSL.conf, а просто скопируйте себе туда, где у вас лежит виртуальный хостинг. И у вас будет отдельный виртуальный хост отдельным сертификатом защищаться. Или можете использовать file card сертификаты, можете использовать send сертификаты, где используется subject alternate names. Вас в этом никто не ограничивает. Тут нужно отметить, что в зависимости от производителя, как правило, прописывается пара в виде имени и IP-адреса. Соответственно, смена имени либо IP-адреса потребует от вас сделать новый запрос. В запросе указать новый common name и потом его отправить на подписание вашему удостоверяющему центру. Также нужно отметить, что, например, verySign еще и записывает информацию в веб-сервере. Соответственно, если вы использовали один веб-сервер, одно программное запрещение, потом его меняете на другое. Например, сидели вы на Oracle Application Server, решили поменять его на Apache. И в таком случае вам придется тоже выпускать заново сертификат. Последний момент, который я хотел бы сказать, он реже требуется, но безопасность наша все, поэтому внутри конфигурационного файла есть директива ssl-протокол, в которой довольно легко можно, используя набор инструментов, менять то, какие будут версии протокола TLS поддерживаться вашим сервером. Например, можно там отказаться от TLS 1.2 или наоборот что-то вернуть, подключить. Давайте покажу, как это выглядит. Вернемся в текстовый редактор. Здесь у нас есть директивка ssl-протокол. Нет. Вот, видите. Она работает в следующем случае. ssl-протокол, она получается закомментирована. Что он делает? All разрешить все, вычесть ssl-v3. Или можно было бы наоборот, у ssl-v3 оставить, а у all наоборот поставить минус. И тогда работало бы только так. Или, например, использовать здесь не ssl, а TLS, например, 1.3. Соответственно, только он будет работать. Вот так вот происходит настройка этой директивы. Разумеется, она вся тоже задокументирована. И если вам нужно от каких-то версий протокола TLS отказаться на вашем бейп-сервере, можете этой директивкой спокойно воспользоваться. А для того, чтобы проверить, как это все работает, у вас есть тоже отличная вещь. Это утилитка OpenSSL, которую мы уже пользовались. Она может тестировать соединение. Так, так, так. И для тестирования соединения мы можем использовать следующую вещь. Тут есть команда, называется она sclient. Она позволяет вам подключиться. Connect C8VM01, указать порт, соответственно, который вы подключаетесь, и протокол, с которым вы подключаетесь. Например, TLS 1.3. И посмотреть информацию по чтению блока. Сейчас он вам выдаст ошибку. Ну, а, собственно, что касается получения сессий и проверки сертиката, который оказался вам подписанной, все можно протестировать через эту утилитку. Тут я отмечу, что лучше с ней познакомиться, с ее подробностями можно при помощи страницы руководства. У sclient своя страница руководства в первом разделе man. Соответственно, OpenSSL sclient, или она же sclient, клиентская программа для ssl-tls-сессии. Она, в принципе, позволит вам не только ssl-tls-сессии для веб-сервера тестировать, но и для чего угодно еще. Отлично. Будем подводить итоги. Мы познакомились с тем, как устроен в самом общем виде ssl-tls, какую задачу здесь решают сертификаты, и как работает мод ssl, как его настраивать на веб-сервере apache в CentOS 8. Ну, и я отдельно рассказал о том, как управлять версиями tls, если вам это потребуется. Дополнительную информацию смотрите в страницах руководства. Ну, и для работы с OpenSSL дополнительная отдельная онлайн-документация есть на сайте openssl.org. Там все очень подробно расписано. Это был заключительный веб-каст по веб-серверу apache. На данный момент на этом все. Но также в других разделах по OPERSON 7 и CentOS 8, особенно OPERSON 7 и CentOS 7, вы можете найти много веб-кастов на аналогичные темы по настройке каких-либо серверов или компонентов системы Linux. Материал веб-каста на этом закончился. Надеюсь, было интересно. Если у вас появились какие-то вопросы, которые вы хотели бы обсудить, присылайте их мне в почту на lebedefury.gmail.com. Подписывайтесь на новости у меня в блоге. Все мои материалы собраны и каталогизированы на сайте. Ну, а пройти комплексное, в том числе авторизованное или авторское обучение по OPERSON 8 системе Linux вы можете в учебном центре Softline Education, в том числе и под моим руководством. Ну, а следить за тем, что я делаю, можно при помощи моих социальных сетей. На этом все. Спасибо за внимание и будьте здоровы!